всем здравствуйте с вами анастасия шучалина на канале магия таро ну во первых хочу вам хочу с вами поделиться новостью теперь если вы подпишитесь на наш сайт вы будете получать самые горячие самые вкусные прогнозы которые будут приходить к вам в первую очередь потому что но некоторые вещи все-таки для более узкой целевой аудитории но те кто хочет истинно себя понять всю свою глубину мы запустили сайт и будем делать рассылку мы будем рассматривать различные аспекты различные проблемы углубляться но давать решения которые будут говорить карты поэтому с удовольствием буду ждать вас в наш клуб магия таро ссылка на сайт будет под этим видео и сегодня в этом раскладе мы разберем такое такую проблему не проблема вопрос который возникает в бизнесе в карьере всегда возникают какие-то вопросы они возникают неожиданно но нужно уметь принимать да то что идет просто было несколько запросов на эту тему бывает такое да что все двигается двигается вроде все как бы хорошо но у нас возникает новое желание там либо увеличить ну либо пойти по выше по карьерной лестнице либо поменять работу либо развернуть свой бизнес да более широко чем на данный момент ну и возникает некий ступор да то есть мы начинаем как действие делать но что-то нам мешает но мы исходим из того что все в нашей голове потому что причина всего наш внутренний противник наши наши внутренние я которые гаднение у тебя не получится но иногда разобраться в этом нам мешают банальные стереотипы которые вроде поверхностные вроде на самом виду но уцепиться за них именно дернуть ту ниточку которая приведет нас к ответу возможности нет поэтому в этом раскладе мы рассмотрим а почему приостановилась почему нет движения ну в том числе денежного там мы изобилие не рассматриваем как деньги как деньги как прибыль ну или как изобилие чувства мы рассматриваем денежный аспекта как полностью да как один из аспектов изобилия и мы посмотрим то почему прекратилось движения и что нужно сделать, чтобы это движение восстановилось. Сделаем сейчас. Три позиции. Вот. Три позиции. То есть вы можете выбрать две, как обычно, да, что, например, там третья это точно моя, а единица это ко мне не относится. Потому что, смотрите, чем больше мы развиваемся, да, Святая Каббала говорит о том, чем больше мы развиваемся, чем больше у нас различных инсайтов, тем изощрение становится наше эго. То есть то, что мы признаем, да, мы это видим, а что мы не признаем, то, соответственно, скрыто наиболее глубоко. И вполне возможно, что сейчас, да, на данный момент эта позиция, вы скажете, не-не-не, это не моя позиция, но походив с этим, поразмышляв, проанализировав данную тему, данную информацию, вы найдете вполне, возможно, нужные ответы. И ваша работа возобновится и пойдет дальше. Потому что наша задача преодолевать препятствия, наша задача двигаться вперед, несмотря ни на что. Потому что движение, именно движение, да, движение – это жизнь, это то, что нас двигает, это то, что дает нам энергию, цель, достижение цели. Ну и, конечно же, наш внутренний эгоцентризм. С одной стороны, да, он имеет негативные аспекты, а с другой стороны, наше эго двигает нас вперед. Там, я не знаю, желание жить в комфорте, желание удовлетвориться, желание получить сатисфакцию. Ну, я опять пространственно говорю, но исходя из того, что я пытаюсь вам донести, может быть, не вполне доступным языком, но как у меня получается. Поэтому давайте рассмотрим первые три позиции. И будем разбирать, да, в чем же причина, да, глубина, почему вот не происходит вот этот вот толчок, раскрытие, какой наш блок. Ну, это первый вопрос, потом я буду открывать карты, и вопросы будут возникать сами по себе. Почему? Потому что иногда расклад уходит в совершенно другую сторону. и ну, значит, так нужно, да, все идет, как идет. Поэтому давайте рассмотрим позицию 1. Да, смотрите, какая штука интересная. Все-таки у вас все мысли уходит колесо фортуны и король мечей. Все ваши мысли крутятся вокруг короля мечей. Они сосредоточены на этом. Вы крутитесь в этом колесе. Вы не можете сакцентироваться именно на своей реализации, на своем движении вперед. Ну, произошел некий ступор, то есть, ни туда, ни обратно. Вы думаете, как с ним дальше быть, что с ним делать, каким образом выстроить отношения, либо возобновить отношения. Вы постоянно зациклены на этом. Вот здесь и сейчас. Ну, в целом, да, как я вижу, смотрите, какая интересная вещь. Здесь получается, корни-то растут оттуда, что у вас нет полного как бы, ну, как это, не банально, сексуального удовлетворения. у вас нету контакта, сексуальная энергия в вас не движется, то есть, она застыла, ну, в женском аспекте, то есть, нет выхода, нет выплеска, нет контакта, взаимодействия, потому что, ну, как мы знаем, энергия секса, энергия любовных отношений, это очень мощная энергия, она движется, иногда она сметает все на своем пути, а так как у вас вот этого нету, то есть, ну, движение во второй чакре, ну, будем грубо говорить так, нету движения вот этого вот, и все застопорилось, поэтому и блок, соответственно, ну, возникает проблема в одном месте, начинает возникать проблема в другом месте, нет проистекания, нет движений, соответственно, оп, и все, произошел некий застой, нет прорыва, да, ваше желание, ваше желание не удовлетворяется, то, что вы хотите, то, что вы в вашей голове, вы не получаете, что в плане, так, в процентах 70, да, я не говорю, что это на 100%, расклад все-таки общий, вы должны это понимать, в процентах 70 мужчина, ну, вы находитесь в адюльтере, да, то есть в любовном треугольнике, но мужчины две женщины, они одна, поэтому сексуальные желания раздирают вас, ощущения, желание таксильного контакта, желание, ну, строить целую орбию, ну, вот как по Монаре читаю, так и идет, достала Монару, потому что, ну, здесь касается дела мужчины, взаимоотношений, поэтому достала Монару, просмотреть, ну, здесь сразу выпал любовный треугольник, да, есть неудовлетворенность, потому что раздирание, вот этими эмоциями, ощущениями, постоянной фантазии, то есть они в вашей голове, и мужчина переживает по этому поводу, и вы переживаете, и все никак не можете, ну, не знаю, там, войти в контакт, ну, вот на самом деле ваша проблема, что с этим делать, да, ну, есть проблема, но что на самом деле с этим делать, потому что, ну, нужно что-то решать, да, да, что нужно сделать, чтобы, ну, вот осуществился этот прорыв, ну, да, согласитесь на взаимоотношения с этим мужчиной, этот мужчина не зрел, уйдите от королевы мечей, от женщины, которая авторитарна, которая контролирует все, которая не может, не может каким-то образом, да, пойти на уступки, ну, разорвите этот круг, разрубите этот гордеев узел, и, ну, вернитесь к этому мужчине, да, и работа вселенной пойдет, вы расслабитесь, вы расслабитесь, вы почувствуете проистекание этой энергии, вы почувствуете ощущение, такое, знаете, радости, ощущение эмоции, ну, плацину прорвет, так скажем, потому что, ну, это ваш выход из ситуации, какие действия нужно в отношении него сделать, да, пережить трансформацию, уйти от ограничений, да, прийти к императрице, в каком аспекте, да, в аспекте императора, признать в нем мужчину, а не маленького мальчика, который там боится что-либо сделать, ну, потому что по-другому я не вижу, только так, здесь важно иметь понимание того, что, ну, расслабьтесь, получите удовольствие, не делайте на него ставку, как на спутника всей жизни, просто, ну, пользуйте друг друга именно во встречах, потому что у вас только в этом, как бы, вопрос, что, как он ответит, да, на ваш, да, полным эмоциональным удовлетворением, то есть, его чувства тоже начнут проистекать, тоже начнется вот этот обмен, и все пойдет, что наступит в плане прорыва, да, в качестве денежного притока, да, появится импульс, причем очень мощный импульс, рыцарь посохов, да, и вы наконец-то увидите вход, вход во что, в то, что, в будущее, но это в контексте денег, то есть, это не в контексте взаимоотношений, а в контексте денег, изобилия, то есть, все пойдет, все будет проистекать, что нужно сделать, чтобы наладить процесс, ну, чтобы все запустилось на менталье, изначально мы запускаем в своей голове, ну, проявить свое мастерство, да, разрушить свое состояние индивидуальности, нежелание впускать кого-либо в свое пространство, да, проявить свою женскую силу, проявить, да, свою женскую силу, и, ну, все пойдет как нужно, поток увеличится раза в 3-4, ну, просто поймите, что единственное, что вам не нужно делать по отношению к этому мужчине, ну, ставить его как цель, просто весело проводить время, просто, не знаю, наслаждайтесь тем, что есть, и все будет хорошо, период после того, как вы примете решение, до максимум дней 6, ну, да, сейчас еще секунду еще на одной колоде, или один день вообще, или один день вообще, обращать внимание на других мужчин. Хорошо, позиция 2, что происходит, да, в чем произошел такой, ну, как бы, затык, в чем блок, в чем барьер, но, в чем барьер, в чем барьер, да, там, inclusав, да, 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 Ну, смотрите, присутствует некая легкость. То есть, из чего это произрастает? Давайте разбираться. Смотрите, получается, вы сконцентрированы на страхах. На страхах и на тройке мечей. Девятка мечей, тройка мечей. Девятка мечей, вообще, это страхи в вашей голове, по большому счету. Потому что девятка мечей очень мощно отображает ту ситуацию, когда внутренние страхи формируют наше будущее. То есть, этого еще не произошло, но ваши внутренние страхи в вашей голове уже сформировали ваше будущее. То есть, вы изначально думаете, что все пойдет плохо, что будут переживания, будет некое уныние, будет желание забиться от всех подальше и пережить, да, вот пожертвить именно в этом вопросе. На самом деле, просто нужно уходить, идти новым путем, не думать об ошибках. Ошибки совершаем мы все, в этом нет ничего страшного. Но на самом деле, вот этот прошлый груз постоянно за собой тянется. Все время думается, что будет так, как прежде, так, как прежде. И поэтому у вас идет внутренняя борьба и желание, чтобы все было легко. На самом деле, как бы легко не будет. Нужно понять, если, например, вы понимаете, что в карьерном росте наступил, ну, вот какой-то блок, вы дергаете, дергаете, стучитесь, стучитесь, а ничего не происходит. Ну, вы не туда, вы не тем путем стучитесь, не с теми намерениями. Потому что, ну, на самом деле, не получится так, как прежде, не получится с прежним мировосприятием и с прежним мышлением идти дальше. Либо, ну, разбейте свои шатры около этой цели и довольствуйтесь тем, что есть. Ну, просто, не знаю, смотрите вдаль и думайте, что, ну, да, это есть, но я не хочу это получать, потому что меня устраивает тот вариант, в котором я сейчас нахожусь. Поэтому денег не будет, поэтому наступил, как бы, некий блок, переходный этап, переходный период. На самом деле, да, чему вас учат? Вас учат зарабатывать деньги. Это дама Пентакли. Дама Пентакли – женщина, которая управляет деньгами, которая умеет это делать, которая знает, как это делать, потому что что-что, а даме Пентакли подвластна денежная энергия. Причем достаточно сильная, структурная, и раза в два-три ваш оборот хотят увеличить. Но при прежнем подходе это не получится сделать. Что нужно проработать, да, для того, чтобы сдвинулся, ну, вот, сдвинуть этот валун, сдвинуть этот блок, наконец-то пробить этот страх, потому что здесь такое ощущение, что даже не стеклянная стена стоит, а вот, как бы, некий кирпич, некий бетон, который мы пытаемся продолбить, но руками расцарапаться у нас не получается. Нужно взять некие инструменты для того, чтобы это сделать. Ну, если утрированно говорить. Нужно прийти к взаимному обмену, то есть трудиться над этим. Причем трудиться действительно серьезно, без устали. Тройка Пентакли – серьезнейший аркан трудолюбия за тему духовности, и плюс желание это делать, потому что без этих трех составляющих дальнейшее развитие невозможно. Выйти из состояния депрессии, потому что прежде истина, да, истина в том, что там вы когда-то совершали ошибки, что вы тащите этот груз ошибок, вы никак не хотите с ним расстаться. В чем основная ошибка? Да, смотрите, не знаете, куда этот божественный импульс направить? Очень много всего, и получается по семерке чаш, ну, происходит некая потеря, некая потеря приоритетов. А что же я хочу? Что же я выбираю? Куда я вообще иду? Божественный импульс тратится впустую, потому что на самом деле туз посохов – это олицетворение очень мощной энергии, очень сильной, энергии, когда мы, несмотря ни на что, получаем ее. И если мы божественную энергию тратим впустую, то, соответственно, второй раз она может просто, нам просто могут ее и не дать, потому что второго шанса может и не быть. И на самом деле, что вам нужно сделать? Определитесь, выйдите из этой депрессии, четко определите приоритеты, что вы хотите. Да, потому что на самом деле вы находитесь в 18-м аркане легкости. Легкости в деньгах не бывает. Хотите в легкости на деньгах – идите, сыграйте в казино. Я думаю, что только там вы можете схватить фортуну за хвост, опять же, иллюзорно, ну и выиграть, например, сразу большие деньги. Но выиграв большие деньги, нужно уметь ими управлять. А управлять деньгами – не такое-то действительно легкое дело. Поэтому хотите увеличение доходов в 2-3 раза, поменяйте, что… Да, миссию, свою цель. А что же вы хотите? Какова ваша вифлеемская звезда? Здесь аркан звезды прорисован на колоде Альфонса Мухидас. Ну, знаете, очень красиво. То есть здесь изображена женщина, которая держит эту звезду перед собой в руках. И она смотрит, она чётко и ясно видит её, она представляет, она видит все нюансы со всех сторон. И видит как бы сквозь тьму, потому что на самом деле сумерки изображены на аркане. Но она чётко понимает, что она хочет, потому что вот этот свет звезды, он перед её глазами, он светит ярко, чётко, точечно. И она понимает, что она хочет получить. Дело вашей миссии, вашим желаниям. Что же вы хотите? Жёсткость цели, гибкость поведения. Ну, это принцип, который мы проходили в НЛП. Хотите двигаться к своей миссии? Ну, обходите свои страхи, проявите гибкость, прежде всего с самим собой. Потому что здесь в самой глубины ваш страх, да, страх бороться с возникающими препятствиями. Семёрка посохов. Шесть посохов произрастают из земли. И каждый раз, уничтожая тот или иной посох, мы уничтожаем собственное эго, собственного противника внутри себя. И на самом деле это ещё не первое испытание. Дальше будет сложнее. Ну, как я вчера сказала одному своему наставнику, чем сложнее задача, тем интереснее её решать. На самом деле, если не придерживаться этого правила, вряд ли что-то достигнешь. Потому что я помню, когда мне в своё время, когда я училась в лице, в физико-математическом, нам давали достаточно сложные задания. И наоборот, появлялся азарт. А как же эту задачу решить? А сколько может быть решений? А каким образом это сделать? А верен ли ответ? Что можно ещё применить? Как это можно сделать? То есть, те, кто увлекался математикой, я, например, очень любила математику и геометрию, те прекрасно понимают, о чём я говорю. Ну, в плане каких-то филологических наук не могу ничего привести. Ну, единственное, только в истории докопаться до сути, да. А что же было на самом деле? Проанализировать различные источники и выбрать для себя одно, да, то, что соответствует вашему восприятию. Но это и будет вашей правдой. Первый результат, который вы увидите. Да, вы разрубите восьмёрку мечей. Восьмёрка мечей, ну, вот у меня почему-то срок идёт недели две. Две, может быть, три. Восьмёрка мечей – это когда вы выйдете из состояния беспомощности, когда вы выйдете из состояния того, что я ни на что не хочу смотреть, я нахожусь в стагнации, я нахожусь с завязанными глазами, и, в принципе, я ничего не буду делать. Туз мечей вскроет ваши иллюзии, вскроет эту реальность, разрежет все эти путы, путы или путы, я не знаю, как правильно, честно, вскроет, разрежет, и вы сможете посмотреть правде в глаза, потому что туз мечей очень чётко здесь проходит. Да, вскроет то, за что вы продолжаете держаться, а то, что уже не имеет значения, потому что здесь вот фонарь отшельника, мы держимся за ту правду, которая уже вполне, возможно, давно устарела и не имеет смысла держаться за фонарь, потому что… или за то, что человек продолжает цепляться, потому что скоро наступит рассвет, и на самом деле фонарь будет не нужен, когда яркое солнце взойдёт на горизонт, всё будет и так чисто видно, ясно видно, поэтому начните это делать потихоньку, всё будет хорошо. Третья позиция, да? Да, смотрите, здесь период десятки мечей. Десятка мечей – это переходный этап, переходный период, это самая тёмная ночь перед рассветом, когда мы, имея глобальные планы, глобальную миссию, мы в ней находимся, потому что с этой картой у меня ассоциируется очень много великих личностей, в том числе, например, посмотрите фильм «Монгол», это «Чистая десятка мечей», Александр Македонский – это «Десятка мечей». Для того, чтобы что-то получить, мы должны сначала умереть, мы должны проиграть битву для того, чтобы опуститься на самое дно и увидеть другие возможности, потому что мы не можем достичь высоких целей, если мы будем пребывать, ну, в неких иллюзиях, или если мы не пройдём испытания. Александр Македонский никогда бы не стал великим завоевателем, если бы он не прошёл через десятку мечей. Но я провожу аналогию, потому что у нас канал Таро, как-никак, поэтому я думаю, что такая аналогия может быть кому-то даст точки опоры. Великий Чингисхан никогда бы не стал властным серьезным императором, если бы он не пережил определенные испытания в своей жизни. То есть ему много раз приходилось преодолевать себя, преодолевать свои страхи для того, чтобы выходить на другой уровень. Вот именно вы сейчас находитесь в «Десятке мечей», но это глобальное расширение, потому что, пройдя через эту бездну, новый горизонт раскроется перед вами в тысячу раз больше, чем сейчас на данный момент. Что вы убиваете в себе, да? Вы убиваете в себе... Смотрите, вы переживаете по поводу... ... ... ... ... ... Смотрите, у вас идет некая дуальность, да? Этот расклад все-таки для женщин. То есть, смотрите, какая штука интересная выходит. Вы боитесь стать жертвой процесса глобального расширения. Вы боитесь потерять баланс между семьей и деньгами, и своей собственной реализацией. Потому что, если вы считаете, что если вы будете зарабатывать много денег, то вы никогда не обретете семейное счастье. И у вас этот баланс очень четко прослеживается, потому что, ну, существует вообще бытовое мнение. Если женщина много зарабатывает, то, соответственно, ну, она несчастлива в браке, да? То есть, сейчас еще замечают тенденцию в соцсетях, но вполне возможно, что это только мои какие-то замечания или мои какие-то взгляды, что женщина должна заниматься семьей, сидеть дома, готовить пироги, я не знаю, заниматься детьми и всем остальным. Но не то, чтобы я не согласна с этим вопросом. Возможно, мне нужно все сводить к пирогам, к, не знаю, к желанию, там, именно к воспитанию детей, а как же своя собственная реализация, а как же личность. Потому что, даже если мы обратимся к истории, каждая женщина, которая проживала, там, я не знаю, в браке, ну, мы говорим о браках, именно когда женщина, ну, была за мужчиной. Каждая женщина чем-то занималась. Обычно это была благотворительность, либо это было какое-то, не знаю, она действительно вела хозяйство, но вела хозяйство, там, в плане большой семьи, большого дома, управляла, ну, она управляла домом. То есть, это дом не из трех человек, а действительно серьезно. Императрица управляла всем двором, но при этом она оставалась императрицей. Она не готовила мужу еду, потому что этим занимались другие люди. И вот здесь вот как бы, ну, вот наша реальность, да, сейчас, вот это, знаете, очень тонкая грань, поэтому тут уже вам решать, а как на самом деле все же происходит. На самом деле, как бы, здесь очень нужно понять в себе женскую силу и понять, что чем бы вы ни занимались, если это ваша личная реализация, если вам дело действительно нравится, и вы сутки на нем не просиживаетесь, то это никак не влияет на вашу женскую силу. Потому что сейчас есть, можно нанять помощницу по хозяйству, ну, по крайней мере, для того, чтобы производить уборку в квартире. Можно, не знаю, там, не знаю, нанять домработницу, которая готовила бы еще обеды, либо повара, но не отказывать себе в личной реализации, потому что как только ваш мир будет крутиться вокруг одного мужчины, ну, вполне возможно, это мое субъективное мнение, в этом мужчина сразу потеряет к вам интерес, потому что у вас должны быть собственные удовольствия. Ну да, если денег много, можно ходить себе покупать тысячи вещей, но будут ли они вас удовлетворять, это уже другой вопрос, потому что, ну, если мы будем прослеживать, например, та же председатель Диана занималась благотворительностью, причем она это делала достаточно эффективно, она действительно сделала это дело всей своей жизни, и она причем при этом не жарила котлеты, и для нее мужчина не был центром вселенной. Да, конечно, мужчину нужно признавать, на мужчину нужно, ну, так скажем, не то, чтобы перекладывать ответственность, а действительно уважать, как бы, его мнение, его слово, прислушиваться к нему. Он хозяин семьи, но вместе с тем отказывать себе в реализации собственной личности, ну, для меня, например, вот карты Таро, я этим занимаюсь профессионально, и я не могу представить себе в жизни, что я не буду этим заниматься, потому что, да, вполне возможно, в период там рождения детей мы будем немножко отходить, потому что, ну, возникает, ну, другая потребность, да, заботиться о маленьком ребенке, но все время в этом пребывать и при этом не получать пищу для мозга, ну, я не знаю, может быть, для кого-то это возможно, но мне постоянно, я, например, если долго не читаю, я постоянно хочу читать, да, мне не хватает. Если я, там, не знаю, долго не занимаюсь спортом, либо телом, мне тоже этого не хватает, потому что, ну, если вы полностью перестанете заботиться о своем внутреннем развитии, ну, опять же, ваш вопрос, ну, на самом деле, как, если вопрос здесь сейчас рассмотреть, то вы не потеряете женской силы, это нормально, ну, пусть это будет сугубо ваша личная реализация, но займитесь тем бизнесом, который, в котором не нужно конкурировать с мужчинами. Их полно, у вас салоны красоты, не знаю, нижнее белье, мейкапы. Я знаю, очень много женщин, которые живут с действительно сильными мужчинами, но при этом они продолжают заниматься своим делом. Конечно, ни день, ни ночь, не устраивая карьеру, но это приносит им удовольствие. Поэтому, что нужно сделать, чтобы, ну, как бы, вот это осознать, потому что, да, мы иногда это понимаем, но как это осознать? Ну, да, смотрите, тут всплывает трудоголизм, трудоголик, да, то есть вы любите работать, вы действительно это очень эффективно делаете, и вы завистите от этого, это, ну, как бы, это приносит вам изобилие. Вы думаете, что если вы перестанете работать, деньги к вам не придут? Вы думаете, что если вы не будете работать с утра до ночи, денег не будет? А на самом деле как? Да, нужно по-новому просто переосмыслить это и понять, что не, ну, что вот равноценный союз, да, брачный договор, либо это просто любовное отношение или любовный роман, на самом деле это не влияет ни на то, на вашу деятельность, на ваш доход, и что на самом деле вам нужно понять одну истину, что сделав выбор, да, вы просто переместитесь на такой уровень, от чего нужно отказаться. Да, посмотреть правде в глаза, раскрыть, что деньги на самом деле как бы это энергия, и не имеет смысла постоянно лавироваться между кучей дел, нужно выходить в другое пространство, нужно понимать, что деньги, если вы занимаетесь своим делом, они всегда к вам придут. Попросите Бога сбалансировать этот вопрос, и день-два все придет в норму, и все будет хорошо. Да, первый результат, который вы получите, вы победите сами себя. Вы одержите внутреннюю победу, внутреннюю победу над своими же страхами, когда вы думаете, что нет, если я вдруг прекращу работу, денег не будет, или нет, вселенная никогда не даст меня. А на самом деле по кримической справедливости вы будете получать все же деньги, будете вы находиться в браке, или вы будете находиться в любовных отношениях, в любовном романе не имеет значения. Да, победите свой трудоголизм в себе, это ваша карма, понимаете, вот вечно работать, 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 думать за то, что если я не буду работать, это ничего не даст. Вы одержите победу, ну, два дня, да, день-два. Ну, вот, в принципе, и все. Расклад, ну, получился такой структурный. Не забывайте, что у нас есть возможность подписаться на сайт и получать самые вкусные, самые горячие расклады, во-первых, в первую очередь, и, во-вторых, ну, те видео, которые мы обычно не выкладываем, которые остаются, ну, за кадром, потому что, ну, не все готовят информацию. Вот, у кого есть готовность, подписывайтесь. С вами была Анастасия Шучалина. Всего вам самого, да и лучшего. Добро пожаловать в волшебный мир Таро. Вполне доступным языком, но как у меня получается. Поэтому давайте рассмотрим первые три позиции и будем разбирать, да, в чем же причина, да, глубина, почему вот не происходит вот этот вот толчок, раскрытие, какой наш блок. Ну, это первый вопрос, потом я буду открывать карты и вопросы будут возникать сами по себе. Почему? Потому что иногда расклад уходит в совершенно другую сторону и, ну, значит, так нужно, да, все идет, как идет. Поэтому давайте рассмотрим позицию 1. Да, смотрите, какая штука интересная. Все-таки у вас все мысли... Выходит колесо фортуны и король мечей. Все ваши мысли крутятся вокруг короля мечей. Они сосредоточены на этом. Вы крутитесь в этом колесе. Вы не можете сакцентироваться именно на своей реализации, на своем движении вперед. Ну, произошел некий ступор. То есть ни туда, ни обратно. Вы думаете, как с ним дальше быть, что с ним делать, каким образом выстроить отношения, либо возобновить отношения. Вы постоянно, вы зациклены на этом. Вот здесь и сейчас. Ну, в целом, да, как я вижу, смотрите, какая интересная вещь. Здесь, получается, корни-то растут оттуда, что у вас нет полного, как бы, ну, как это не банально, сексуального удовлетворения. У вас нет контакта. Сексуальная энергия в вас не движется. То есть она застыла, ну, в женском аспекте. То есть нет выхода, нет выплеска, нет контакта, взаимодействия. Потому что, ну, как мы знаем, энергия секса, энергия любовных отношений – это очень мощная энергия. Она движется иногда, она сметает все на своем пути. А так как у вас вот этого нету, да, то есть, ну, движение во второй чакре, ну, будем грубо говорить так, нету движения вот этого вот. И все застопорилось, поэтому и блок, соответственно, ну, возникает проблема в одном месте, начинает возникать проблема в другом месте. Нет проистекания, нет движений, и, соответственно, оп, и все. И произошел некий застой, нет прорыва. Три позиции. То есть вы можете выбрать две, как обычно, да, что, например, там, третья – это точно моя, единица – это ко мне не относится. Потому что, смотрите, чем больше мы развиваемся, да, Святая Каббалак говорит о том, чем больше мы развиваемся, чем больше у нас различных из сайтов, тем изощрение становится наше эго. То есть то, что мы признаем, да, мы это видим, а что мы не признаем, то, соответственно, скрыто, наиболее глубоко. И вполне возможно, что сейчас, да, на данный момент эта позиция, вы скажете, не-не-не, это не моя позиция. Но походив с этим, поразмышляв, проанализировав данную тему, данную информацию, вы найдете вполне, возможно, нужные ответы. И ваша работа возобновится и пойдет дальше. Потому что наша задача преодолевать препятствия, наша задача двигаться вперед, несмотря ни на что. Потому что движение, именно движение, да, движение – это жизнь, это то, что нас двигает, это то, что дает нам энергию, цель, достижение цели. Ну и, конечно же, наш внутренний эгоцентризм. С одной стороны, да, он имеет негативные аспекты, а с другой стороны, наше эго двигает нас вперед. Там, я не знаю, желание жить в комфорте, желание удовлетвориться, желание получить сатисфакцию. Ну, я опять пространственно говорю, но, исходя из того, что я пытаюсь вам донести, может быть, не в... Всем здравствуйте, с вами Анастасия Шучалина на канале Магия Таро. Ну, во-первых, хочу с вами поделиться новостью. Теперь, если вы подпишетесь на наш сайт, вы будете получать самые горячие, самые вкусные прогнозы, которые будут приходить к вам в первую очередь. Потому что, ну, некоторые вещи все-таки для более узкой целевой аудитории, но те, кто хочет истинно себя понять, всю свою глубину, мы запустили сайт и будем, ну, делать рассылку. Мы будем рассматривать различные аспекты, различные проблемы, углубляться, ну, давать решения, которые будут говорить карты. Поэтому с удовольствием буду ждать вас в наш клуб Магия Таро. Ссылка на сайт будет под этим видео. И сегодня в этом раскладе мы разберем такую проблему, ну, не проблему, а вопрос, который возникает в бизнесе, в карьере. Всегда возникают, да, какие-то вопросы, они возникают неожиданно, но нужно уметь принимать, да, то, что идет. Просто было несколько запросов на эту тему. Бывает такое, да, что все двигается, двигается, вроде все как бы хорошо. Но у нас возникает новое желание, там, либо увеличить, ну, либо пойти выше по карьерной лестнице, либо поменять работу, либо развернуть свой бизнес, да, более широко, чем на данный момент. Ну, и возникает некий ступор, да, то есть мы начинаем, вроде как действия делать, но что-то нам мешает. Ну, мы исходим из того, что все в нашей голове, потому что причина всего наш внутренний противник, наш внутренний я, который говорит, не, 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 у тебя не получится. Но иногда разобраться в этом нам мешают банальные стереотипы, которые вроде поверхностные, вроде на самом виду, но уцепиться за них, именно дернуть ту ниточку, которая приведет нас к ответу, возможности нет. Поэтому в этом раскладе мы рассмотрим, почему приостановилось, почему нет движения, ну, в том числе денежного, да, мы изобилие не рассматриваем, как деньги, как деньги, как прибыль, ну, или как изобилие чувства, мы рассматриваем денежный аспект, как полностью, да, как один из аспектов изобилия. И мы посмотрим, да, почему прекратилось движение, и что нужно сделать, чтобы это движение восстановилось. Сделаем... Сейчас. Три позиции. Вот. Три позиции.